Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию к римлянам первоверховного апостола Павла. И сегодня с Божьей помощью мы будем читать вторую главу. «Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь тоже». Недавно разразился в светском мире скандал, и многие люди обсуждали поведение одного спортсмена, который был заснят, и момент был нецеломудренного поведения этого спортсмена. И как-то эта запись, она попала в Ютуб, и все стали смотреть. И волна возмущения. Волна возмущения. Всегда, когда какой-нибудь отдельно взятый человек, особенно известный человек, если он на чем-то попадается, волна возмущений. Но что говорит нам Писание? «Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь тоже». И противоположная волна возникла людей, которые говорят, «А мы точно такие же, мы точно так же поступаем». И скандал стал как-то смягчаться. Действительно, крайняя форма ханжества, когда мы осуждаем людей в том, что совершаем сами. И в этом случае нет для нас извинения. Потому что если человек просто согрешает, это некая такая его как бы частность. Да, он виновен против Божьего закона, он может пойти на исповедь. Но если при этом он осуждает людей, которые подобно ему грешат, то для него не находятся извинения. Потому что таким образом, всякий раз осуждая человека за то, что делает он сам, он осуждает себя. Например, если он вор, и узнал, что кто-то украл, и сказал, что вор заслуживает смерти, он себя приговорил к смерти. Поэтому для такого человека нет извинения. Ханжество – это опасный грех. Это такое порочное состояние человеческой души. «А мы знаем, – пишет Павел, – что поистине есть суд Божий на делающих такие дела». То есть при чем тут суд человеческий? Каждый из нас ответит за свои преступления, которые он совершал. И если он в ближнем рассмотрел порочность, которая присутствует в нём самом, это ни в коей мере не поможет ему. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже? Человек не сможет избежать суда Божия. Своим видом, только выражением лица, грешник больше свидетельствует о своих пороках, чем нежели если бы сто человек указывали на него пальцем. Для всех всё так или иначе очевидно, как и сказано, что всё тайное будет явно. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпение Божия, а по отношению к кому богатство благости, крутости, долготерпение Божия? По отношению к согрешившему. Такого человека надо окружать заботливым вниманием, и Бог это делает. «Не разумея, что благость Божия ведёт тебя к покаянию». Бог долготерпит. Вместо наказания посылает нам благость, чтобы пробудить нашу совесть с этой стороны и ускорить наше раскаяние, которое было бы смешано с чувством благодарности по отношению к милосердному Богу. Но если при этом мы не милосердны по отношению к другим, то мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Бог отнесётся к нам. По крайней мере, мы все об этом его просим, когда читаем молитву «Отче наш», в которой есть слова, «и остави нам долги наши, як уже и мы, то есть как и мы, оставляем должником нашим». А если мы не оставляем должником нашим и читаем эту молитву, она превращается в проклятие. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога». Человек, который не способен проявить милость по отношению к другому человеку, он не испытает милости. Мы должны прощать прежде всего, потому что сами нуждаемся в прощении. Я говорю о грехах, которые совершены против нас. А если мы просто сталкиваемся с человеческой греховностью, мы не должны злорадствовать. Мы должны с сожалением переживать за согрешающего, ибо это путь погибели. «По упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его». То есть не спеши, даже если ты считаешь, что человека надо наказать, «каждому воздастся по делам его». «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Давайте остановим наше внимание вот на этих словах, которые «постоянством в добром деле ищут славы». Что здесь означает слово «постоянство»? То есть они не просто совершают добрый поступок. Да, иногда бывает порыв сердца, иногда рядом друзья, и ты хочешь как-то неплохо выглядеть в их глазах, и ты там кому-то помогаешь, может быть, даже из них. Очень важно иметь постоянство в добрых делах. Человек, который в постоянстве совершает добродетели, который со всяческим постоянством ищет славы Богу, он превращает добродетель в собственный образ жизни. И добродетель уже не является чем-то фрагментальным, неожиданным для него, когда кто-то может сказать, «А я даже не ожидал, что ты на такое способен». Поэтому будем искать творить добро и правду Божию ради славы и чести с постоянством всяческим. Ну а те, которые упорствуют и не покоряются истине, то есть Христу, но предаются неправде. неправда – это прежде всего то, что противостоит Христу. Это прежде всего последний обманщик – антихрист. Как и сейчас уже много антихристов, придет главный обманщик, который в противоположность Христу, который есть истина, личностная истина, он будет воплощением неправды. Антихрист будет воплощением всякой неправды. И вот те, которые последуют за ним, их ожидает ярость и гнев. А какая же польза для них следовать за ним? Они будут обмануты. Я сталкивался с ситуацией, когда на прием в центр реабилитации ко мне привели девушку и сказали, что вот она сатанистка. Я спросил ее, а почему вы решили стать сатанисткой? Она говорит, я раньше носила крестик, но ко мне подошли одноклассники и говорят, ты что, в рай собралась, что ли? Ты вот это сделала, это сделала, это сделала. Куда ты попадешь-то? В ад крестик носишь. Давай мы тебя пристроим в аду кочегаром. А она растерялась, говорит, как? Ну, они говорят, к нам иди, будешь у нас. И она приняла эту веру в Лукавого. Я ей объясняю, только приближаясь к Богу, ты объемлешься любовью и благостью, ибо Бог есть любовь. Един благ, Господь – это его природа. А приближаясь к дьяволу или антихристу, ты объемлешься яростью и гневом, ибо больше всего антихрист и дьявол, они ненавидят тех, которые служат им. И неправды приманивают их к себе. Святых они боятся, перед Богом трепещут. Скорбь и теснота «Во всякой душе человека, делающего злое». Во-первых, друзья, мы с вами договорились, что слово «иудей» мы будем понимать расширенно, что это будет означать верующих вообще. Я вам показывал слова, мы сегодня их тоже увидим, прочитаем, где об этом говорится. А Эллин – это неверующий. Так мы лучше поймем, что пишет апостол Павел. Потому что Павел не всякий раз со словом «иудей» соединяет еврейскую нацию. Вот это надо понять. Скорбь и теснота «Всякой душе человека, делающего злое». Во-первых, «Иудея». Почему? Верующий переживает собственное зло, знающий закон, знающий заповеди, переживает собственные грехи значительно тяжелее, чем человек неверующий. «Потом и Елена». «Иудей» переживает, потому что он научен закону, и он знает, что это преступление не только против ближнего и самого себя, но и против Бога. «А Елену», то есть маловерующему, сама совесть его подсказывает, что что-то здесь не так. «Напротив», продолжает апостол Павел, «слава и честь, и мир всякому, делающему доброе. Во-первых, Иудею, потом и Елену, ибо нет лицеприятия у Бога». А почему здесь так? Делают добро два человека, один верующий, другой неверующий. Казалось бы, если неверующий делает добро, ненаученный закону Бога, он проявляет природные добродетели. Нет, немножко не так. Верующий человек, когда он совершает добрый поступок, он исполняет заповедь, которая известна ему. И другая ситуация, человек может не знать заповедь, но поступить по заповеди. Не святые, святые, бывают такие люди, прекрасные люди. Но это немножко другое. Потому что послушание Богу значительно важнее и намерение проявить послушание, чем результат того или иного действия. Был случай, когда две машины священников ехали поздно в сторону Селигера и на противоположной полосе бревно огромное упало с машины. И один из священников вспомнил заповедь. Если идешь по дороге, увидишь камень, убери его. И он говорит, останавливаемся и назад. Он был авторитетным среди этой группы. Они назад подъехали, он говорит, давайте сбросим это бревно. И вылазят такие здоровые батюшки, берут это бревно, сбрасывают его на обочину. Только они отошли к машине. Мучится огромный автобус, внутри освященный. Там дети, взрослые. Ну, какая-то экскурсия. Очень важно, когда мы не просто делаем что-то спонтанно, в этом не будет постоянства в добре, а именно руководствуемся волей Бога. Как псалмопевец Давид говорит, закон твой светильник для ноги моей. А лицеприятия у Бога нету. Кто знает закон, будет наказан по закону, строже, чем тот, кто не знает. Кто знает закон и во имя Божие исполняет его, это для него не только акт нравственного поведения, но и акт богобоязненности, он и получит особое Божие благословение. Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. ибо когда язычники, внимание, не имеющие закона по природе, не по заповеди, а по природе, законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон, как вот не святые-святые. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Никто не избежит наказания, нарушая заповедь Божию, но больше наказания получит тот, кто знал волю Господа и не исполнял ее. И далее говорится о том, что иудеи в понимании апостола Павла это не национальность, это некое состояние. Вот ты называешься иудеем, но мы знаем, что слово иудей у нас означает верующий. Вот ты называешься верующим, вот ты называешься православным, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тебе, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Братья, сестры, отцы, самые несчастные люди, это люди, которые не живут по идеалу собственной веры. Такая ужасная шизофреничная раздвоенность, она ввергает их душу в уныние, это приводит к разным срывам от алкоголизма до распущенности. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, что значит ради вас, то есть из-за вас верующих, вы же везде говорите, что вы верующие, но вы не живете как верующие, ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Если неверующий видит преступление верующего, или более того, верующий склоняет к преступлению неверующего человека, вот это есть не прославление имени Всевышнего, а хула на имя Всевышнего, а все мы призваны к прославлению имени Всевышнего, и тогда светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного, а здесь в противоположность этому, ибо ради вас, как написано, имя Божие хулиться у язычников. Обрезание, обрезание преобразовывало собой крещение, обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. это все равно, что крещеный человек настолько саморастлился, что он как бы выпал из мира церкви. Единственная дверь, которая остается для него еще открыта, это покаяние, через которое он соединяется вновь с церковью, присоединяется к ней, как мы видим из самих молитв исповеди. И крещение полезно, если ты живешь по Евангелию, и обрезание полезно, пишет Павел, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона. Я встречал такое, когда оглашенные, которые готовятся к крещению, они настолько становились нравственными и благочестивыми, что начинали превосходить в добродетелях своих наставников. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе исполняющий закон, то есть он не знает закона, но то, что по природе вложено в него голос совести, он подчиняется, это как раз тип не святого, святого, не осудит ли тебя? Он это делает, не зная Писание, но по Писанию. Он не слышал Христа, но он сам, не понимая этого, не замечая, поступает так, как бы хотел Христос. Не осудит ли тебя преступника закона при Писании и обрезании? И в Слове Божьем сказано, что горе христианину, если он пострадает как блудник или как убийца, если как христианин, радуйся, а если будучи верующим, ты совершаешь то, что считается преступлением для неверующих людей, для всех людей вообще, то как тебе имя? В апокалипсисе сказано, ты имеешь имя как бы жив, христианин, христов, православный, но ты мертв. и не обрезанный по природе исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона приписания и обрезания? В таком случае ни Евангелия, ни Крещения ты сам все перечеркнул своей жизнью и нежеланием раскаяться. «Ибо не тот иудей перефразируем апостола Павла, ибо не тот верующий, кто таков по наружности, как говорят, борода, как у Авраама, а душа, как у Хама, ибо не тот иудей, кто таков по наружности и не то обрезание, которое наружно, на плоти, ведь крещение это не просто омовение тела, это еще и обещание Богу доброй совести. А где же эта добрая совесть, если обещания не выполняются? Да, данные нашими крестными, но данные обещания. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей», то есть здесь изначальное слово иудей, прославляющий Бога, восхваляющий, «но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу». Вы слышите? «В сердце, по духу, а не по букве». Почему не по букве? А букву она убивает, как пишет Павел, а дух животворит. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Почему не от людей? Такой не действует на показ. Такой получит награду от Бога. В некотором случае за праведные поступки награду получают от Бога неверующие люди, и к ним применимы слова Христа. Этот сказал, «Не пойду, но пошел». Такое тоже бывает. И не дай нам Бог, чтобы из-за нас имя Божие хулилось среди язычников. Итак, мы сегодня сделали обзор второй главы послания к римлянам первоверховного апостола Павла. Прошу вас молиться об этом цикле, чтобы мы его успешно завершили. И в следующий раз, если будем живы, и Господь позволит, мы продолжим наши беседы. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Берегите себя. «Экзегет»